Сердечно вас приветствую, Олег Дмитриевич и Борис Константинович, и Николай Александрович. Рад вас видеть в добром здравии. Вот с кем-то из вас мы уже имели возможность общаться. Я радуюсь новой встрече. Хотел бы сердечно вас поздравить с праздником, который мы сейчас все отмечаем. Спасибо. Мы очень рады вас видеть и с Рождеством поздравляем. Спасибо. Праздник Рождества очень торжественно сейчас празднуется по всей нашей стране. И меня очень тронуло особенно празднование в городе Москве. Очень большое количество молодежи, детей. Чувствуется такое духовное возрождение нашего народа. А когда укрепляется дух, то укрепляется все. Страна укрепляется, народ укрепляется, потому что наши победы всегда были связаны с силой духа. Вот дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля. И ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно, ну в каком-то смысле, олицетворением сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи. Поэтому для меня это и радость, и честь общаться с вами. Ну вот и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг. Спасибо. Спасибо большое. Ну Россия всегда в самые тяжелые времена объединялась. И всегда из всех таких вот сложных ситуаций выходила обновленной, более сильной, более сплоченной. Я думаю, и то же самое будет и в нынешние времена. Да, вы совершенно правы. И уже знаки такой силы налицо. И я имею в виду не только наши победы на поле брани, но и очень высокий уровень солидарности нашего общества. Это чувствуется, это заметно. Особенно, когда я общаюсь с молодежью. Я вижу, как просто на глазах изменилась молодежь за последние годы. Есть вот эти положительные такие сигналы, которые идут от народа и которые свидетельствуют о том, что мы становимся духовно сильнее. А духовная сила – это условия победы во всех битвах. И с внешними врагами, да и с внутренними проблемами, с которыми человек сталкивается и в своей личной жизни, и в общественной жизни. Поэтому сила духа – это, несомненно, залог наших побед и нашего успеха. И вот ваша деятельность, ваши труды, с которыми наш народ знаком, они, я думаю, очень многих, тоже особенно молодежь, вдохновляют. Вы являетесь примером для молодежи. Потому что это героическая работа – находиться в космосе долгое время. Вот я посмотрел, ну вот, каждый из вас достаточно продолжительное время. Но особенно Олег Дмитриевич больше двух лет, кажется, чистого времени провел на орбите. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. Ну, я, честно говоря, не считал, но нам вот с Николаем предстоит годовая экспедиция. Мы вернемся на Землю в следующем, ну, в этом уже году, в сентябре. Вот. У Константина полугодовая экспедиция тоже непростая и достаточно длительная. Возврат будет в марте. Константин прилетел на американском корабле SpaceX, мы с Николаем на нашем Российском Союзе. Вот. В марте ждем экспедицию посещения. Впервые полетит гражданин Белоруссии, это будет девушка. Вот. Поэтому ждем с удовольствием. Да, замечательно, что из Белоруссии тоже будет космонавт. Это очень хорошо. У нас союзное государство, у нас очень близкие братские отношения. Очень высокий уровень солидарности наших народов, в том числе и перед теми трудностями и проблемами, которые сегодня встают и перед нашей страной, и перед Белоруссией. Поэтому ваш полет с белорусской девушкой на борту, это тоже будет очень хорошим символом дружбы и взаимодействия между нашими народами. Конечно, когда мы тренировались, президент Белоруссии Александр Григорьевич приезжал в центр подготовки, наблюдал за нами. Вот мы как раз в этот день с Николаем погружались в гидролабораторию, отрабатывали свою внекорабельную деятельность. Вот. Ну, пообещал выйти с нами на связь так же, когда мы будем здесь в полете. Дай Бог, чтобы и вы, и женская часть вашего экипажа все чувствовали себя в добром здравии, с хорошим настроением, но и с сознанием того, что вы совершаете очень важную миссию. Работа в космосе требует очень многих таких волевых качеств человека, интеллектуальных, конечно, качеств и способностей. И я считаю, что никто не должен, взирая на космонавтов, ну, то, что называется, смотреть на них уже так, как на что-то такое привычное, обыденное. Конечно, космос становится как бы ближе в том смысле, что очень большой уже опыт освоения космоса. Но, тем не менее, работа космонавтов – это героическая работа, и мы ее очень ценим. Еще раз хочу подчеркнуть, она имеет очень большое воспитательное значение, в первую очередь, для нашей молодежи. Спасибо большое, спасибо. Действительно, от того, что мы уже летаем в космос 60 лет, работа от этого менее опасна и менее сложна не стала. Наоборот, эксперименты усложняются, техника усложняется, летаем мы на международную станцию, поэтому требуется еще и знание языка, поэтому летать проще не стало. Наоборот, как бы космонавты стали более образованные, более сведущие, вот, полеты стали более длительные, поэтому тут и требования к здоровью, они ужесточаются. Поэтому это действительно профессия, которая является примером для молодежи. Здесь на пике объединено все и образование, и здоровье, и образ жизни, здесь все. Спасибо большое, спасибо, спасибо. С Рождеством, с праздником, спасибо. Взаимно вас поздравляю, с праздником Рождества Христова. Благодарю вас.